Младенцы реже заболевают новой коронавирусной инфекцией, защищает их, скорее всего, молоко матери. Возможная причина – лактоферин, белок материнского молока, обеспечивающий глобальную защиту новорожденного от всевозможных инфекций. Подробнее об этом прямо сейчас. На связи с нами доктор медицинских наук, дерматолог Габриэль Сирана Сан-Мигель. Доктор, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, Россия. Доброе утро всем, кто смотрит сейчас программу «Теледоктор». Лактоферин относится к полифункциональным белкам грудного молока и считается, что его защитные свойства уникальны. В чем они заключаются? Лактоферин – это протеин, обладающий множеством свойств, среди которых особое место занимают иммунные. Он защищает нас от огромного количества неблагоприятных факторов, в том числе от бактерий и вирусов. Кроме того, лактоферин обладает противовоспалительными свойствами, и он помогает нашему организму сопротивляться разным вариантам агрессии, стрессов, которыми богата повседневная жизнь. Почему препараты с содержанием этого вещества имеют такой широкий спектр рекомендаций – от воспалений десен до болезни Альцгеймера? Главное, что характеризует лактоферин – это его многофункциональность. Он действительно снижает прогресс болезни Альцгеймера, обладает защитными свойствами при периодонтите и прочих воспалительных заболеваниях ротовой полости. Лактоферин участвует в очень важных процессах – противовоспалительных, метаболических, так как он выступает в роли антиаллергена и играет важнейшую роль в усвоении организмом железа. Лактоферин может быть полезен при лечении ожирения, диабета, болезни Альцгеймера и других заболеваний. Также он способствует нормализации артериального давления, снижает уровень сахара в крови. На чем основаны выводы об эффективности лактоферина? Какие исследования проводились? Мы изучили именно антивирусные свойства. Мы провели исследования, которые выявили действия лактоферина в блокировке клеточных рецепторов. Он как бы конкурирует с этими рецепторами. Мы говорим о рецепторах ангиотензин, превращающего фермента второго типа. Протеин блокирует этот рецептор, препятствует распространению вируса в клетке и ее последующему заражению. Это один из механизмов, которые мы смогли выявить в исследованиях инвитро. И мы провели исследование инвиво. Доктор, а какие исследования подтверждают эффективность лактоферина против новой коронавирусной инфекции? Есть несколько исследований, подтверждающих, что лактоферин способствует предотвращению развития заболевания у пациентов с выявленным ковидом. Изначально исследования проводились нашей группой в Валенсии. И, согласно отчету, 65 пациентов были вылечены при помощи липосомированного лактоферина. Использование препарата приводило к уменьшению симптомов болезни, способствовало восстановлению дыхательных функций. Позже эти исследования начали проводиться и в других странах, таких как Индия, Мексика и даже в России. Были получены результаты работ группы ученых из университета Лос-Апиенца в Италии. Правильно ли мы понимаем, что к решению использовать это вещество в борьбе с COVID-19 ученых подтолкнул тот факт, что болезнь оказалась практически безобидной для младенцев, чей иммунитет только формируется. А единственное, что их защищает от вирусов и грибков, это как раз бактерицидный белок женского молока лактоферин. Когда мы говорим о детях, то надо отметить, что коронавирус не так опасен для них. Потому что помимо лактоферина, поступающего с молоком матери, у них нет рецепторов А, С и Е2 в том количестве, какое есть у взрослых. Считается, что лактоферин не имеет противопоказаний, но за исключением индивидуальной непереносимости. А какие меры предосторожности необходимо применять, чтобы избежать побочных эффектов? За много лет работы с лактоферином я никогда не наблюдал побочных эффектов. Побочные эффекты, которые теоретически могут возникнуть, это аллергическая реакция на сам белок. Также это могут быть неудобства, связанные с попаданием лактоферина в желудочно-кишечный тракт, что случается в очень редких случаях. Безопасно давать даже высокие дозировки. На связи с нашей студией был доктор медицинских наук, дерматолог Габриэль Сирана Сан-Мигель. Доктор, большое вам спасибо. Я благодарен за интервью и за интерес к лактоферину в России. Я знаю, что у вас проводится исследование рекомбинированного лактоферина. Это серьёзная работа. Думаю, он будет готов через год-два. Приветствую всех россиян. Я большой поклонник вашей культуры. Надеюсь снова начать посещать Россию, как и раньше. Это был Теледоктор. На сегодня это всё, что мы хотели вам рассказать. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и следите за нашими премьерами. Увидимся, друзья. Пока. Будьте здоровы.